здравствуйте дорогие друзья и с вами снова я александр шевчук и я константин черный и мы с вами подошли к 31 уроку курса c-sharp экспресс который стоит в соответствии с четвертым уроком курса c-sharp professional и этот урок называется работа с текстом или работа со строками и регулярные выражения то есть мы на этом уроке рассмотрим работу класса string посмотрим что такое что такое таблица интернирования строк и дальше мы посмотрим способы форматирования строк форматирования текста и также мы перейдем с вами к разбору такого понятия как регулярные выражения но снова же мы не будем детально рассматривать сами регулярные выражения а мы будем раз рассматривать те типы то есть те класса которые имеются в датнет фрэмворк и которые будут помогать нам работать с регулярными выражениями но кратко мы все равно рассмотрим что же такое регулярные выражения я думаю что этот урок он тоже достаточно такой урок который построен на примерах и поэтому мы не будем долго говорить уже по ходу рассмотрения примеров мы уже будем рассмотреть какие-то теоретические моменты если они будут встречаться кость давно перейдем к visual studio и посмотрим первый пример хорошо итак в первом примере мы посмотрим как мы можем создать экземпляр класса string на то есть в принципе все строки они являются экземплярами класса string есть несколько вариантов его создания итак первый первый случай на десятой строке мы создаем экземпляр класса string с помощью литерала строки на то есть мы указываем просто несколько символов в паре двойных кавычек вот и потом выводим его на экран вот ну еще можно вывести get hash code чтобы посмотреть что это у нас такая вот строка потом мы туда можем вставить какой-то например символ да там 2 мм например и если мы еще раз увидим get hash code то мы увидим что это совсем другой код потому что мы изменили строку а значит у нас вот здесь на 13 строке мы получили новый экземпляр класса string почему потому что экземпляр вот класс string он является неизменяемым классом и естественно каждая операция с ним будет заканчиваться созданием нового экземпляра вот и вот второй момент мы можем использовать конструктор класса string для создания строки конструктора по умолчанию у этого класса нет но мы можем например вот таким вот образом создать строку из из 20 дефисов так она будет храниться в с 2 и я скажу что это хороший способ создание строки из 20 дефисов потому что иногда встречаешь код где просто берут и вставляют просто строчку из 20 дефисов дальше если мы применяем операцию конкатенации или сцепление строк то в результате ее все равно генерируется новый экземпляр класса string дальше мы можем на каком-то объекте или на экземпляре другого класса вызвать методу string который наследуется из объекта этот метод предназначен для того чтобы преобразовать в строку значение того или иного экземпляра если это возможно если нет то эту string по умолчанию будет выводить полное квалифицированное имя типа вот так же мы можем воспользоваться методом string формат для того чтобы может так сказать сделать специальную строку форматирования где вместо вот этих вот маркеров подстановки будут подставляться переменные перечислены в парамс параметре после этой строки форматирования вот то есть вот есть несколько вариантов как мы можем получить строку и в принципе чаще всего мы пользуемся именно первым случаем когда мы просто пишем литерал строки но я думаю можно перейти к следующему примеру так давайте посмотрим что у нас здесь и здесь у нас маленький пример который показывает принцип работы таблицы интернирования строк и так что же такое эта таблица дело в том что строки насколько часто применяются программах что размножение вот этих вот кучи экземпляров на на нашей управляемой кучи было бы просто непозволительной роскоши с точки зрения памяти поэтому создается специальная таблица в которую помещается все литеральные строки находящиеся в наших программах она сохраняется при сборке и когда мы используем нашу программу то уже например повторяющиеся строки будут браться из таблицы интернирования а не каждый раз под каждую строку будет создаваться отдельный экземпляр то есть например если у нас есть надо 31 32 строки две одинаковые строки то как видите здесь просто используются разные стили экранирующих символов но по факту строки одинаковые то они попадут в таблицу интернирования как единственный экземпляр они будут храниться как два отдельных экземпляра поэтому если мы вызовем метод reference equals для этих двух строк он будет показывать true но если мы введем такую же строку с клавиатуры и просто напросто присвоим его переменной какой-то переменной типа string то сравнивая вот эту переменную типа string и ту которую мы вот здесь объявили на 31 строке мы получим false то есть таблица интернирования строк работает только для тех строк которые литеральные и находятся в коде для тех что вводятся динамически эта штука не работает но мы можем поправить эту ситуацию вот на 48 строке мы используем метод string intern которая заставляет проверить то что мы считали с клавиатуры если такая строка в таблице интернирования если такая строка есть то тогда возвращается ссылка на нее если нет то тогда она добавляется в таблицу интернирования и будет в будущем использоваться для этого почему такой подход потому что во время выполнения это будет замедлять немножко программы если каждую строку введенную мы будем проверять по таблице интернирования поэтому если это нам нужно мы используем string intern по умолчанию же это происходить не будет во время выполнения хорошо давайте перейдем дальше следующему примеру и посмотрим на вот такой вот и на вот такой вот пример где используется метод to string то есть вот мы создали класс майкласс 1 и класс майкласс 2 в классе майкласс 2 мы переопределили у наследованы от объекта метод to string и здесь мы написали что we change it to string вот теперь смотрите мы можем создать разные переменные int32 double 2 переменных наших майкласс 1 и майкласс 2 два экземпляра этих класса и попробовать их повыводить то есть при вызове ну при подстановке этих всех переменных в метод write line он будет вызывать to string который либо переопределенный либо оригинальный из объекта для всех этих переменных и выводить их то есть для 32 он будет показывать 32 для вот double переменной он будет показывать его значение для экземпляра класса 1 он будет показывать полное квалифицированное имя этого класса то есть string basics . майкласс 1 а для майкласс 2 он будет показывать вот эту строку we change the to string то есть таким образом когда мы передаем какие-то значения именно в write line или string формат они как правило вызывают метод to string для того чтобы преобразовать объекты в их нестроковое представление хорошо давайте пойдем на следующий пример и здесь у нас пример использования интерфейса iFormatable что такое интерфейс iFormatable интерфейс iFormatable содержит вот такую вот модификацию метода to string да вот вот его реализация которая позволяет нам добавить дополнительную логику к форматированию того или иного значения класса значение экземпляра класса что это значит помните как мы с числами вводили всякие флаги форматирования да чтобы там у нас было три знака после запятой у нас выводилась там в денежном формате процентным так дальше вот здесь работает интерфейс iFormatable значит что нам нужно сделать для того чтобы его реализовать нам надо определить вот такой вот метод to string который находится на 51 строке в данном случае у нас пример класса описывающего температуру и для того чтобы мы могли выводить температуру в разных шкалах да то есть в шкале кельвина цельсия фаренгейта нам надо обеспечить вот такой вот метод форматирования и так в качестве первого параметра он принимает формат в качестве второго параметра он принимает некий формат провайдер да то есть это поставщик теперь смотрите у нас есть в принципе тот же самый то же самое число комплекс да и у него есть стандартный метод to string ну то есть метод to string определенные пользователя представьте что этот класс мы не можем редактировать да то есть он где-то в библиотеке которую мы купили вот и теперь вот мы не можем изменить вот этот to string а он предусматривает только один формат вывода информации вот и в принципе нам надо сюда добавить еще тестовый вот как это можно сделать для этого нам надо создать собственный кастом формата что это значит вот мы создаем класс комплекс текст формата который будет наследоваться от интерфейса и custom формата и ааэ формат проводить и вот fformat провайдер он будет содержать метод гет формат который будет вам возвращать просто нужного формата да то есть если типа и кастом формата то мы возвращаем себя в качестве формата иначе мы получаем для текущей культуры этот формат. Итак, сам метод формат из интерфейса iCustomFormator будет принимать формат, аргумент, который надо форматировать и какой-то формат провайдер. И мы смотрим, ага, если наше число комплексное и формат тест, тогда мы его преобразовываем в нужный нам вид. И потом возвращаем то, что получилось. Если же у нас не получилось привести аргумент к комплексу или получить формат тест, то тогда мы берем стандартный форматор и пользуемся им. Таким образом, когда мы создаем наше комплексное число, при выводе мы можем указать наш тест-форматор, то есть наш кастомный форматор, вот комплекс тест-форматор, мы его создали и передаем в качестве параметров string-формат для того, чтобы он использовал именно этот форматор, а не тот, который встроен в наш класс комплекс. Таким образом, мы можем определить собственную какую-то логику поведения и форматирования. Дальше мы посмотрим несколько примеров, связанных с кодировкой. Кодировка это просто кодовая таблица, задающая коды для символов нашего алфавита и всяких разных других символов, которые есть в таблице. Итак, вот у нас есть строка Unicode. Это Apple, то есть мы знаем, что по умолчанию в C-Sharp используется кодировка Unicode. Здесь мы получим несколько разных кодировок. Это кодировка Unicode, Big Endian Unicode и кодировка UTF-8. И теперь мы можем преобразовать ту исходную строку в новые кодировки. Как это сделать? Мы на строке Unicode.str, мы можем на ней вызвать метод GetByte и передать, ну вот на Unicode, это наша кодировка, вот encoding, мы на ней вызываем метод GetByte и передаем сюда нашу строку. Строка будет преобразована в новые байты с новой кодировкой и помещена вот сюда в массив байт лейми код байт. Таким же образом мы можем переобразовать все остальные. Вот здесь в Unicode, здесь в Unicode, здесь в Unicode, а здесь в UTF-8. И если вывести, вот здесь идут три цикла, которые выводили.